Вот такие дерзкие граффити А что нам сразу напоминает слово Шеннон? Ельцин Вот таким образом нарушаются запреты Виды фантастические Это место стоит того, чтобы его посетить Я приехал из Америки на зеленом велике Мой велик сломался, я в Москве остался Берем мусорицу, выдавливаем лимончика Наш трансаэро будет отель Мы уже в третьем по величине городе Ирландии Город Лимерик Рикошенном делит город на новую часть и старую часть Старая часть на остре Мы сейчас идем туда Вообще само название города Лимерик Стало нарицательным, потому что так стали называть Пятистрочные стихотворения Такие шуточные стишки Жил один старичок с кочергой Говоривший, в душе я другой На вопрос, а какой? Он лишь дрыгал ногой И лупил всех подряд кочергой Еще ворозными, знаете чем? Здесь родилась когда-то Солистка группы Гранберрис Люква Которая, ну помните песня какой-то такой In your head In your head Ну как-то вот так, да? Вроде поем активно, а слушать противно, да? Да, дождик пошел, конечно В городе Лимерик, но нас не останавливает Потому что мы подошли К Святой Марии собору Как обычно, все подробности в гугле И вот здесь вот такие дерзкие граффити Чувак ест мороженое со своим глазом Некий такой ганнибал-лектор Еще одна стена граффити Рисунок средневековой дамы Низ, расскажи про замок короля Иоанна Что ты знаешь? King John's Castle Спасибо, спасибо Вот это, кстати, нужно было знать, да? Хорошо, современная часть Которая представляет собой Нагромождение бетонного стекла И старая историческая часть Памятник Хогану Давайте спросим у местного жителя Извините, сэр Кто мистер Майкл Хоган? Гритон Иерланд Мен Грит Ирланд Мен Молодой человек сказал, что это Великий Ирландский Мен А здесь течет лека Шеннон А что нам сразу напоминает слово Шеннон? Какая ассоциация вызывает в голове? Ельцин В пригороде этого города, Лемерика, находится самый крупный раньше аэропорт Которым осуществляли посадку Практически все европейские трансконтинентальные рейсы Которые летели трансатлантические, которые летели в Америку Потому что раньше самолеты необходимо было заправляться И это была крайняя точка перед пересечением океана Три интересных факта про аэропорт Шеннона Первое Именно здесь впервые был открыт магазин беспошлиной торговли Duty Free в 1947 году На территории аэропорта оборудована самая длинная взлетно-посадочная полоса в Ирландии Изначально ее планировали использовать для посадки космических челноков Третье В 1986 году иммиграционная служба США открыла в аэропорту свое первое в мире заграничное отделение Что избавило пассажиров от необходимости прохождения таможенных и програничных процедур по приезду в Америку Застали здесь какую-то странную перформанс По стенам лазают молодые люди Непонятно для каких целей Это не то что аттракцион, это именно постановочное какое-то мероприятие Михаил, ты уточнял, что это такое? Типа какое-то исследование, что-то такое Мы не поняли, что они имели в виду Профессиональные видеосъемки производят вот этот мэн Помните, наш первый президент Ельцин? Он не вышел из аэропорта в Шенноне Я работал на национальном телевидении и делал этот сюжет как репортер Мы все стояли и ждали президента Ельцина, но он так и не вышел из самолета Но он был абсолютно пьяный, поэтому просто не смог выйти из самолета Все, все, все официальные представители выстроились в линию, стояли, ждали, ждали, ждали его, но так и не увидели Это было в аэропорту Шеннона И вы тоже ждали его около самолета? Да, конечно, я же была репортером и должна была освещать это событие Но он не появился, а потом, когда прилетел в Россию, он сказал, я просто проспал Миша, Миша Катни Миша, 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 Миша Миша, Миша, Миша Удачи, Миша Удачи, Миша Знакомились с девушкой, она работает репортером в городе Лемерике Как раз она должна была освещать встречу Ельцина и премьер-министра Ирландии в 1996 году Когда Ельцин проспал, как он сказал, да, и остановку в Шенноне А почему не вышел-то Ельцин? Говорят, устал Я скажу честно Я просто проспал 18 часов в полете До этого, понимаешь, значит, столько не спал А службу безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить Я, конечно, разберусь Им врежу как следует Мы направляемся на побережье Атлантического океана, чтобы посмотреть грандиозное чудо природы утесы Мохер и прогуляться по ним Не все туристы заезжают сюда, но нам не похер скалы Мохер, мы идем посмотреть Идем гулять по этой самой знаменитой достопримечательности Ирландии Туристический центр и впереди дорога вверх В древности эти территории населяли друиды, кельтские жрецы, обладавшие тайными знаниями Когда они почувствовали, что их религии подходит конец из-за нашествия новых поселенцев То многие решили покончить жизнь самоубийством и бросились в море с самой высокой скалы Своё же название эти скалы получили в честь форта Мохер, который находился на побережье И был разрушен во время войны с Наполеоном для возведения здесь сигнальной башни Как вы думаете, куда мы собрались в такой? В двух куртках, в таком красивом ирландском шарфике Холодную ветреную экскурсию, которую предлагает Ирландия, это экскурсия по утесам Мохер И на самом деле самая красивая достопримечательность Ирландии, по мнению многих И даже Михаил согласен здесь со мной Вот такие вот утесы, которые возвышаются над океаном на уровне 214 метров И простираются 8 километров вдоль кромки моря Музатская манера, завязывают такие вот непонятные резиночки Вот с этого места начинается extreme dangerous zone Максимально опасная зона, потому что здесь нет ограничений И можно перелезть через забор, что сейчас делает Михаил И мы посмотрим, как это делается Почему надо делать? Вот рядом пропинка есть Я не понимаю, в чём смысл это Потому что ты любишь лазить через забор Вот таким образом нарушаются запреты Но он не один такой Там много таких Таких рискованных парней тут много Вот слева тропа для нормальных людей Огороженная заборчиком таким каменным А справа, соответственно, те, которые пролезли через дырку в заборе И гуляют Вот так, как я, делать здесь нельзя Категорически запрещено забираться на пропеты Нам же ведь что запрещают, то очень хочется Поэтому не смог удержаться И всё-таки залез, чтобы сделать красивую фотку на этот бордюр Виды фантастические Это место стоит того, чтобы его посетить Обязательно пятёрку главных мест в Ирландии Сто процентно включается Добро пожаловать на скалы Мохер, Махер Не знаю, как правильно, но это и не важно Мохеровые скалы гуд Стоп, приглядитесь, ничего не напоминает? Ну напрягите память и воображение Именно здесь снимались эпические сцены Из знаменитой саги про Гарри Поттера Серия про принца полукровку Ну, честно сказать, мы это место не узнали Ну а как узнать-то мы могли, если сам фильм не смотрели? На скалах Мохер две тропинки Одна за забором, безопасная И другая перед забором, со стороны обрыва Вот такая Видно, что эти скалы, в принципе, запросто могут обвалиться Вот здесь край никто не подходит Вот на что только не идут туристы, чтобы сделать красивый кадр Ложатся на утес И внизу пытаются сфотографировать птиц Здесь большая колония птиц В 1989 году утесы были признаны особой защитной территорией На утесах сейчас проживает около 30 тысяч птиц 20 видов С апреля по июнь сюда на гнездование прилетают Тупики, Кайры, Гагары, Майовки, Сапсаны Ну а на туристических дорожках расположены телескопы Которые туристы могут наблюдать за жизнью пернаты Все, нас ждет еще дорога Пойдем, хватит сидеть Ничего не лежат Не знаю Загорают Крепко держится Какие толстые, жирные, упитанные коровы Она просто вот Вокруг нее жизнь бурлит Кипит А она сидит С закрытыми глазами Лежит и все И хоть бы хны ей Вот жизнь у человека Вернее у коровы, извините Тропа вдоль утесов По которой гуляют толпы туристов Никак не огорожена И некоторые экстремалы Ухитряются спуститься чуть ниже И пройтись прям по выступам скал А совсем отморозки Прокатиться на велосипеде Ну, немного о печальном Суровая и величина Красота утесов завораживает Головокружительная высота скал Ужасает и манит к себе По негласной статистике Сюда приезжают люди Готовые свести счеты с жизнью Местные власти, чтобы не отпугивать туристов Списывают такие смерти на несчастные случаи Добрались до одной из вершин На скалах Мохер Солнце парит Ветер стих Все как по заказу Целую неделю нам благоволит погода Просто какая-то фантастика Пора снимать 25 одежд Как капусту Смотри, птицы летают Птицы, птицы Уже можно Загорать практически Все, на этом стриптиз заканчивается Да? Или еще? Не, ну, может еще что? Здесь потрясающе красиво Вот это вот башня Самая известная Визитная карточка этих скал Вот И вот здесь еще дальше есть Я цел, друзья Ничего не случилось Все в порядке Чуть-чуть не соскользнул Чуть-чуть не упал Представляете? Вообще Просто Страшно Мы перешли уже на правую сторону От туристического центра Скал Это вот Те места, где мы только что гуляли И мы направляемся в сторону башенки Вот этой знаменитой башни В 19 веке Местный землевладелец А заодно и потомок короля Ирландии Корнелиус О'Брайен Построил здесь башню Чтобы гостившие в его владениях дамы Смогли наслаждаться Самым красивым видом На утесы Мохер После суровой красоты утесов Мохер Мы ехали вдоль атлантического побережья И наслаждались пасторальными пейзажами Сельской Ирландии А ехали мы в Голуэй Устричную столицу И четвертый по населению Город страны Пастораль прям вообще Вот эти стопы снега Сена Дорога от скал Мохер В городок Голуэй Потрясающе красивая Синее небо Синий океан Узкие дорожки И видовые площадки Друзья Если путешествие по Ирландии Вы будете останавливаться У каждого средневекового замка Или башни То вам не хватит и месяца Поэтому мы проезжаем мимо Замка Дангвайр 1520 года постройки Держим путь на север Городок Голуэй Знаменитый своим устрищным фестивалем Сегодня пятница вечер Все пабы здесь переполнены Ирландцы отдыхают Пьют пиво Едят устрицы Движуха Наша задача найти себе местечко Самый центр Голуэй Идем искать нужный паб Голуэй Это культурная столица Ирландии Здесь проводится Самое большое количество фестивалей Ну а музыка и песни на улицах Здесь звучат ежедневно Не зря каждый год Голуэй посещает Более двух миллионов туристов Да, ребята Пятничная Ирландия Это, конечно, круто В Ирландии два государственных языка Английский И, как вы догадываетесь, ирландский Но если в Дублине найти носителя ирландского языка Очень сложно То здесь, в Голуэй, эти шансы сильно увеличиваются Здесь самое большое в Ирландии Ирландское говорящее сообщество Практически 10% населения Голуэя Свободно говорят на ирландском языке Который, к слову, на английский не очень-то и похож Я приехал из Америки на зеленом велике Потому что все пабы полные, блин Вроде кризис кризисом А ирландцы Каждую пятницу отдыхают по полной От души, от сердца В Голуэе самое правильное Поужинать дюжинный устриц И местным стаутом Охара Это превосходно Сначала глоточек пива Берем устрицу Выдавливаем лимончика Помотали Вилкой можно есть Помотали ее И выливаем Съедаем Огонь Фантастик И обязательно пивка Пивка, сразу еще лоточек Для рывка Все Вечером мы отправились в наш отель В маленькую деревушку Эннискрон Богом забытое местечко Никогда бы нам не приглянулось Если бы не местный гробовщик Дэвид МакГоуэн Ну, об этом вам расскажем утром А сейчас, как мы помним, пятница А значит, гуляет вся Ирландия И в Гулуэ, и в Эннискроне Местное ирландское пиво называется Real Deal Местное ирландское пиво называется Real Deal 30 километров отсюда Короче, прикольно в Ирландии Заехали просто в деревушку Жизни нет Машина не ездит Свет не горит Но в пабах движуху Просто все пабы в полную Очень прикольно По лучшей ирландской традиции Выпив одну пиво Пин ту пиво В одном баре Мы просто плавно перетекаем В другой бар Который называется Паб Пауэрс Виски Еще по пинте Ну что, по второй сказали емщики И налили по шестнадцатой Бархопинг называется, да? Знакомьтесь, наш друг-единомышленник Дмитрий Малышев Путешествует 300 дней в году Недавно вернулся в Москву На последнем эвакуационном рейсе из Рио-де-Жанейро Главное, что бархопинг не превратился в баркроулинг Когда ты выползаешь из очередного бара Я английского не знаю, я не понимаю вашу юмору Заходим, заходим в бар ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ребята, ну и кто еще будет говорить, что русский – самая пьющая нация? Ох, до ирландцев нам еще очень далеко. Помните, мы обещали рассказать, почему мы выбрали отель для ночевки в деревушке Энискрон? Так вот, прямо за нашим отелем находилось место, которое можно легко разглядеть на спутниковых картах. Но абсолютно невозможно представить это увидеть здесь, среди полей на берегу океана. Вы уже поняли, о чем идет речь? Нет? Ну а пока вы гадаете, мы напомним вам, что нужно обязательно подписаться на наш канал, потому что мы показываем не только самые удаленные уголки нашей планеты, но и самые необычные места в известных всем странах. Очень крутое место, нереально. Уверен, что вы не догадались, потому что самолет российской авиакомпании Трансайра на приусадебном участке в Ирландии представить, ну просто невозможно. А он есть. Ребята, мы не в аэропорту, мы в маленькой ирландской деревушке Энискрон. Это самолет Boeing 767-200, российской авиакомпании Трансайра. В 2014 году компания пригодилась свое существование. Владелец похоронного бюро, ирландец Дэвид, купил этот борт в аэропорту Шеннона всего за 20 тысяч евро. Внутри самолета пока нет ничего. Самолет фактически был продан на металлолом. Транспортировка воздушного судна из Шеннона сюда обошлась ему почти в полмиллиона евро. Дэвид планирует построить здесь отель и размещать туристов, которые приехали сюда на ирландские побережья Атлантики. Борт, который отвез на отдых в летние отпуска миллионы российских туристов, нашел свое последнее пристанище здесь. На берегу Ирландской Атлантики. Этот самолет, верой и правдой, служил авиакомпанией Трансайра на протяжении 10 лет. Задумайтесь, может быть, именно вы когда-нибудь летали на нем в долгожданный отпуск? Наш Трансайра будет отелем. И вообще, таких мест, чтобы самолет стоял далеко от аэропорта и был гостиницей, я не знаю, где еще можно найти. Помимо самолета, здесь также находится много других транспортных средств. За нами поезд из трех вагонов, яхта раз, яхта два стоит. Здесь находится БТР, находится старый трейлер, трак, даблдекер автобус двухэтажный, английский. Также еще несколько машин, кэбы. Он решил собрать все разные виды передвижения и сделать отель. В каждом средстве будет свой номер. Ну, в самолете будет много номеров, то есть уже будет многоэтажная гостиница, многоквартирная гостиница. Ну, и как любой чудной бизнесмен и миллиардер, не все они доводят дела до конца. И вот два года уже здесь, это в таком состоянии заброшено пока еще, а он сам отдыхает в Австралии. Конечно, это частная территория, и проход туда без разрешения запрещен. Но если вы живете в отеле по соседству, то вам сделают исключение и организуют пропуск. Все, покидаем территорию и закрываем за собой двери. На этом наш рассказ про Ирландию должен был бы завершиться, потому что сразу после Энискрона мы поехали в сторону границы с Великобританией. Но досадное недоразумение заставило нас через два дня вернуться снова в Галуэй, потому что после двух бокалов пива я забыл там в ресторане нашу камеру. И благодаря этому событию мы сделали не только полный круг по острову Ирландии, но и пересекли его поперек и нарисовали на карте восьмерку. Вот как мы положили ее на стол, так она там и осталась. Огромное спасибо сотрудникам ресторана, которые бережно ее сохранили до нашего возвращения. Ну, а наш постоянный зритель сразу спросит, не та ли это камера, которую мы уже с концами оставили в Новой Зеландии? Да, это именно она. Второй раз судьба нам уже не простила это разгильдяйство. Вторая реклама. Да, сохранили вы для нас. Мы приехали сюда снова и ужинаем устрицами. И отмечаем второе рождение нашего фотоаппарата. Через два дня приехали и через 600 километров сюда вернулись. Галуэй – это устрицная столица Ирландии. Чуть-чуть табаско и немножко лука. Все это так вот помешать, вот так вот, вот так вот размешать. Ирландский стаун. Охара. Пиво. Вообще не горькое. Ну и на радостях, что мы вернули себе фотоаппарат, мы решили хорошенечко отметить завершение нашего тура по Ирландии. Ирландский стаун. Ирландский стаун. Один, два, три, четыре, пять. Вы что, зайка пуляет? Ведруг оготные выбегают? Прямо зайка стреляет? Пив-пап! Ой-ой-ой! Умирай, зайка мой! Всего лишь шестая пинда пива. Друзья, эксцентричный ирландский миллионер пока еще не воплотил свою идею об отеле внутри самолета. Но в мире уже есть несколько самолетов, переоборудованных под гостиницы. А вы знаете где? Напишите в комментариях один или несколько примеров и среди правильно ответивших на данный вопрос мы разыграем приз из Ирландии. Фирменный бокал марки Клонмилл. Ну а мы ставим точку на карте Ирландия. Подписывайтесь на наш канал и открывайте мир вместе с нами. Расделяет республику Ирландию от части Великобритании Северной Ирландии. И никакого паспортного контроля. Район протестантов Лондон-Дерри, Западный берег. Находится самая старая вискокурня на территории вообще всего острова Ирландии. Здесь снимались кадры из фильма «Игра престола». Естественный трон практически. Охрененное место, просто кайф. Тролисты бросили пол-дор. А это стена, которая разделяла две части города. Именно здесь, на верхах Белфаста, был построен этот корабль.